Добрый день, дорогие мои братья и сестры! Мир вам из горячей точки Украины, со Славянска, с Краматорска, ну и близлежащих. Считаю вот эти вот слова, мир вам. Для меня, друзья мои, это уже не простые слова. Это уже не просто по обязанности, а это действительно то, что хочется, чтобы всегда был мир. Мир над нашей головой, чтобы не рвались бомбы и не погибали люди. Дорогие мои, рад сегодня быть здесь. Спасибо, пастор Сергей, что вы разрешили. И очень рад видеть всех вас. Очень много лет тому назад я был здесь. Но, конечно, особенно рад видеть своих земляков, с которыми многие годы вместе служили Господу. Вместе получали откровения, вместе мечтали, молились и что-то делали, чтобы эти мечты пришли. Дорогие мои, события, которые произошли у нас на Украине, и в Славянске особенно, и в Краматорске, поскольку здесь есть славянцы, есть краматорчане, в прошлом, я думаю, что есть жители сегодня здесь, Украины, и здесь есть жители, или в прошлом были жители России. И эти события очень сильно повлияли, ну, может быть, на какие-то взаимоотношения. Соцсети пестрят этому. Поэтому с Александром мы встречались в Москве. Александр, не хочу отсюда выйти, чтобы какая-то тень легла между нами. Это раз. Поскольку с Александром совсем недавно мы виделись в Москве. Поэтому, милые мои, я очень хочу, чтобы вы, пожалуйста, ну, не воспринимайте все слова, которые я буду говорить. Я говорю так, как я вижу, как я пережил. Поэтому этим самым я не хочу не бросить, никого не обидеть, и не возбудить тем более какой-то антагонизм. Потому что, к сожалению, сегодня это есть, и те, кто находится в соцсетях, те видят, ну, вы можете видеть, что происходит. И как иногда верующие просто забывают, что мы-то одной кровью, и идут в одно небо. Поэтому я говорю эти слова не для того, чтобы кого-то оскорбить или кого-то обидеть. Я хочу рассказать, как я, человек, который прошел подвал СБУ, как я вижу вот эти ситуации. И особенно мне хотелось бы, чтобы посмотреть на церковь, что церковь может сделать или делает в этот момент. И чтобы в какой-то степени, друзья, откровенно хочу сказать, чтобы призвать и вас быть соучастниками того, что делаем мы. Апостол Павел говорил о том, вот он пишет в филиппийской церкви и говорит, я, говорит, рассматриваю вас как соучастников в благовесвовании. То есть, вы понимаете, люди, он их приглашал, он вдохновлял их, и он говорил, вы не просто, ну, где-то там что-то, но вы соучастники в том деле, в котором делаю я. Так что, ну, вот открытым текстом, что я хотел бы сказать. Но еще один момент хотел сказать. Друзья, смотрите. Наверное, процентов 50 в церкви, тем более с таким названием, истина, отведено для того, чтобы слышать слово. Мы слышим слово. Конечно, задача проповедника быть инспирирован духом, чтобы говорить это слово по вдохновению от духа. Но не меньше, милые мои, задача, чтобы воспринять эту истину, это зависит и от нас, слушающих, то есть от вас. Итак, вспомните, Писание говорит, замечайте, как вы слушаете, ибо какую мерою меряете, так и вам будет отмерено. Я больше, чем уверен, вы будете оценивать то, что я буду говорить. Может быть, вы не скажете мне прямо в лицо, но соцсети могут сказать, к сожалению. Понимаете? Но еще, даже, может быть, и в соцсетях, но вы уйдете со своим мнением, и все. Что я хочу сказать? Писание говорит, какую мерою меряете, так вы и получите. Поэтому вот мое понимание, понимание, и я хотел бы сказать, давайте мы настроим наше сердце. Я пришел слышать Слово от Господа. Вот это наша мера. Я хочу услышать Слово от Господа. Если моя будет такая мерка, то я услышу, и Бог скажет мне. Если, если же в контексте всех событий, которые, откуда? Я знаю, что Он будет говорить. Я закрываюсь. Я не знаю, как в вашем контексте, но у нас сейчас это так. Ты кто такой? Это наркоман? Это бывший? Чему Он может меня научить? Или сколько Он в Господе? Что ты можешь мне научить? Мы можем этого не говорить, но мы можем так думать. Друзья, мы блокируем всякую истину, чтобы ее воспринять. Писание говорит 18 раз. Имеющий ухо слышит, слышать, дослышит. А Павел говорит так. Замечайте, будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Быть в церкви и быть невнимательным или еще. Быть экспертом. Иногда такое бывает. Помню, у меня это было. Пришел в библейскую школу, сижу на задней лавочке и жду в свою очередь, когда я буду преподавать. Рядом сидит мой член церкви. Достаточно молодой еще. И вот я поглядываю, что же он пишет. Очередной преподаватель значит преподает. Он записывает это утверждение, а на полях чушь и восклицательный знак. Я думаю, о, Саша. Сам себе думаю, Саша, оказывается, ты не студент, ты эксперт. Ты же точно так и меня будешь оценивать. Поэтому, милые мои, давайте, я не превозношу, не говорю, что я семь пядей в лбу. Я хочу просто одно сказать. Давайте будем внимательны к слышанному и позволим, чтобы сердце наше могло услышать ну вот то, что сегодня Господь хочет нам сказать. В основании, в основании своего слова пастор Сергей, мы должны уже через 10 минут закончить или нет? Ну, чуть-чуть дайте мне время. Хорошо? Спасибо. Честно скажу, что здесь я чувствую себя как у себя дома. Надя, правда? Вот со мной, Надя. Ну, правда, здесь я собран. Я вот, видите, вот так я себя веду у себя в церкви. Просто и свободно. Так что, пастор Сергей, у вас очень хорошая атмосфера, поэтому свободно. Итак, друзья, Псалом 10, третий стих. Псалом 10, третий стих. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Когда разрушены основания, что сделает праведник? Итак, друзья мои, Господь называет нас праведниками, не так ли? Мы царственное священство, мы люди, взятые в удел, и я верю, друзья, я верю, это крылатые выражения, я думаю, вы слышали уже, надежда этого погибающего мира, это правильно функционирующая поместная церковь. Я это хочу утверждать. Может быть, мы как протестанты очень много говорим, имей личное общение с Господом, самое главное личное общение с Господом, это все правильно. Но Христос сказал, я создам церковь, а церковь это люди, которые связаны между собою взаимоскрепляющими связями. Так что праведники здесь сидят, они собрали здесь, и вопрос, который каждый из нас, я хотел бы, чтобы мы себе задали, итак, я праведник, а что я должен делать? Или что я могу сделать? И особенно тогда, когда разрушены основания. Сегодня я бы это сказал, что такое, что значит выражение, когда разрушены основания? я верю, вот моя интерпретация. Выражение разрушенные основания обозначает разрушен привычный ритм жизни. Все вышло из нашего контроля и пришли в жизнь чрезвычайные обстоятельства. могут обстоятельства чрезвычайные прийти лично в наш, в мою жизнь. Допустим, потерял работу, допустим, попал в аварию, допустим, разрушилось мое жилище. То есть, вы понимаете, что-то вышло из привычного ритма жизни. Знаете, мы больше всего ценим стабильность, постоянство, чтобы все было у нас под контролем, чтобы мы могли какое-то иметь прогнозируемое будущее. И нам очень хочется, когда что-то выходит из-под контроля. Но, увы, друзья мои, жизнь выходит иногда, вот, приносит такие сюрпризы, что ты даже не ожидал. Это может прийти вдруг, вот, пастор только читал, пришли, поставили диагноз. И все вышло из-под контроля. Я помню, несколько лет тому назад у меня был сильный кашель. И доктор, ну, прихожанка церкви, она говорит, пастор, тебе нужно сделать, пойти флюографию. Говорю, хорошо. Мы пришли с Надей, стоим, сделали эту флюографию, и медсестра говорит, когда, говорит, мы проявим, подождите, мы проявим, если все нормально, значит, мы тогда отпустим вас. Мы вышли из кабинета, стоим, и, друзья мои, все прекрасно, все чудесно, но все чудесно, все понятно и прогнозируемо. И вдруг выходит медсестра и говорит, моему доктору не нравится ваш снимок. Мы что-то стало шевелиться. Мы в смысле, я говорю, на ваши бронхи прицепилась, у нас лицо вытянулось. Я говорю, туберкулез? И вы дают, нет, хуже. А что хуже туберкулеза? Только рак. В одно мгновение все вышло из-под контроля, друзья мои. Я стал массу вопросов себе задавать. То, что я делаю сейчас, это важно? что останется после меня? Кто останется после меня? То есть, масса таких вопросов, которых я не задавал себе, когда все понятно и все прогнозировано. Друзья, я благодарен Богу за этот опыт, потому что я понял, что когда приходят обстоятельства, которые ты не контролируешь, я должен научиться, что же я должен делать? Это был опыт, что нельзя слишком прикипать к земле. Это точно. Это важно. И благодарение Богу, что Он помогает нам иногда отрываться, восклонять наши головы. Я понял, что изменяются ценности, изменяются приоритеты. Так что благодарение Богу за чрезвычайные обстоятельства нашей жизни. Но что интересно, на следующий день доктор мне этот звонит и говорит, пастор, все хорошо. Да, есть затемнение. Мы показали другому рентгенологу и говорит, все хорошо, все чудесно, ты будешь жить. Аллилуйя. Все опять стабилизировалось. Но не ожидал, что может рвануть так, что тебе придется быть в подвале СБУ, что ты выскочил и из города, ну вот как был, вот все, что осталось с тобой. Такие обстоятельства могут быть. Друзья мои, и вот этот вопрос я хотел бы, что сделает праведник, коротко хотя бы немножко сказать, а что Библия нам говорит, что делали праведники. Библия это образец для нас, чтобы мы наставлением, утешением, чтобы чему-то мы подражали, могли бы действительно сохранять нашу надежду. Так вот, написано несколько моментов. Помните, в жизнь Езекии пришли проблемы. Прекрасное пробуждение, все хорошо, все чудесно, но приходит Синахерим, и город окружен был войсками. И тогда написано так, и помолился царь Езекия Исаия, сына Моссов, пророк, и возопили к небу, и Бог послал ангела и избавил. Вот это слово возопили. Хочу вам сказать, друзья мои, молитва наша резко изменяется, когда все выходит из-под нашего контроля. Мы можем молиться, но как только приходят скорби и трудности, то вот Израиль что сделал? Здесь пророк, пророк Исаия, Езекия, они говорят, возопили к Богу, и так много раз в Библии. Итак, это интенсивное, это прилежное, это усиленная молитва, и это вопль к Богу. Вот что делали праведники. Они понимали, это давало им основание, что ответ только у Бога, не на человека. В церкви истины, друзья, такого нет, как я расскажу следующее. В 96-м году я попал на одну американскую конференцию. Если вдруг здесь есть американцы, которым переводится. Друзья, я просто расскажу, как это было, но я не оскорбляю этим ничего. Итак, это был 96-й год, а вы понимаете, тогда была жизнь в Украине просто, ну, как в славянске сейчас, вот приблизительно так, все вышло из-под контроля, и потому церковь только была на подъеме, а медицина была на нет сходила. Итак, руководитель этой конференции говорит, приди, дай интервью для нашей газеты. И меня привели к журналисту. И женщина начинает расспрашивать. И знаете, я начал говорить, как это выражение, и Остапа понесло. И я стал рассказывать о том, что делает Господь. Вы знаете, Господь отвечает на молитвы. Когда люди голодные, Бог посылает даже буханку хлеба, палочку колбасы. Вот если в то время вы жили, друзья, то тогда было так. Когда люди поднимались для свидетельства, они говорили так. Сегодня я не думаю, что кто-то, братья, сестры, аллилуйя, Господь дал мне буханочку хлеба. А тогда это было. И поэтому я об этом рассказывал, как Господь являет силу, славу, исцеляет, потому что денег нет, больницы плохо работают. Одним словом, она слушала, потом бросила ручку и так смотрит, смотрит на меня, разинувший рот. А потом говорит, а у нас все не так. Я в смысле? Говорит, ни у кого из нас не придет на ум начать молиться прежде, чем назначить аппоитмент у доктора. Я тоже удивился, но в церкви истины не так. Вы сначала молитесь, а потом к доктору. Я не против, просто сама идея, я хочу сказать, друзья, важно прежде всего молиться к Господу. Вот что делали праведники. И это было не мурлыканье, а это был вопль к Богу. Это был вопль к Богу. Праведники молились. Потом еще один праведник, что делал, когда не просто в его жизни, а в жизни народа, в котором он жил. Знаете, что праведник делал? Даниил праведник, когда увидел, что пришло время исполнения обетований Божьих, он начал молиться и каяться перед Богом. Понимаете, вот что я хочу сказать, что делает праведник. Праведник не отделяет себя от общества, в котором он живет. Он себя отождествляет и молится и кается за себя и за своих отцов. Вот что делал Даниил. Понимаете, друзья мои, праведники, они часть общества, в котором они находятся. И они понимают, что проблема это то, что отступили от Бога. И поэтому праведник начинает каяться не только за себя, но и за тех, которые были прежде. Молились и каялись. Друзья мои, еще один момент. Очень интересно, что праведники делают, праведники. Когда все выходит из-под контроля, люди начинают смотреть, а что праведник делает? А праведник в Библии иногда делал такие вещи, которые были не совсем понятны людям. Бог говорит Иеремии, выноси вещи, выноси вещи. И праведник начинает выносить вещи. Все люди смотрят, в чем дело, что такое? Бог давал пророческие действия делать. Бог давал пророческие действия делать, чтобы этим народ увидел свое отступление и тому подобное. Помните, что Он сказал Иеремии? Город окружен военными, город окружен Вавилоном, Вавилонскими войсками, а Бог говорит, вот сейчас придет к тебе, придет дядя твой, купи землю. Он говорит, Господи, зачем покупать землю? Ты же сказал, что мы пойдем в плен. Ты же сам сказал, что все закончилось, все вышло из-под нашего контроля, зачем земля? Говорит, нет, нет, вы вернетесь, вы вернетесь, и ты понимаешь, что тогда у тебя будет земля. Что я хочу этим сказать, друзья? Вот это и есть настоящие поступки и дела веры. Вера называют несуществующие как существующие. И еще об одном праведнике я хочу вспомнить, друзья мои. Итак, апостол Павел попал на корабль, где он был пленником. Он был пленником. Все вышло из-под контроля Павла, Павел ничего не мог сделать. Итак, началась буря, начался шторм. Шторм начался, и 14 дней и ночей все вышло из-под контроля. люди сами, Павел говорит, мы своими руками повыбрасывали вещи с этого корабля. Все вышло из-под контроля. Друзья мои, но здесь Павел, эти все люди были предоставлены Павлу. Павел был старшим на этом корабле. Вот так Бог рассматривал. Вы помните, когда Кормчий и его команда хотели просто сбежать с корабля, Павел говорит, Павел говорит, сотнику, тот, который был, ну, который был, ну, вез на корабле вот этих всех пленников в Рим. Он говорит, если они убегут, вы не спасетесь. Он себя не причислял. Что я хочу сказать, милые мои? Вот на этой земле Бог поставил церковь и все его дела с этой землей. Прежде всего, он имеет дело с церковью. В этом городе самые ценные люди это вы. Господь поставил Иисуса Христа главою церкви, тело церкви и все покорил под ноги. Я не говорю под ноги Иисуса и мы его тело. Что я хочу сказать, друзья? Вы понимаете, мы иногда на себя смотрим, ну, кто я и что я могу сделать? Я никто, я маленький человек, я спасаю свою душу, я только, ну, лишь бы спастись, лишь бы у порога дома Божьего. Я вспоминаю, иногда бывало такое, что меня вызывали в Городел, но это в хорошие времена. Вот захожу в Городел, до Городела я иду, я пастор, все нормально, как только зашел в Городел, я вот внутри меня вот такое, я плебей. И вот я шел, помню, я говорю, Господи, ну, помоги мне по-другому себя, ну, как бы, ощущать, но ведь ты дал мне право строить церковь, подготовить невесту тебе, и ведь я занимаюсь самым главным делом. Медики нужны, чтобы мы, мы продержались 70-80 лет. Социальная работники их очень правильно делают, для того, чтобы мы, когда вышли на пенсию, нам что-то платили. Но как только мы умерли, мы никому ничему, кроме одной службы, буквально на каких-то полчаса, чтобы нас похоронили, и все. Но кто занимается душой? Кто занимается душой, чтобы душа жила вечно? Вы понимаете, кто? Это церковь. Понимаете? Поэтому я хочу, друзья мои, чтобы не то, чтобы превозноситься над людьми. Но я хочу просто, чтобы мы сделали, что мы, как праведники, должны делать, когда обстоятельства выходят из-под нашего контроля. Так вот, Павел понимал свою ответственность. Слушай, они не должны сбежать, иначе вы не спасетесь. А потом он говорит, послушайте, люди добрые, Бог сказал, что мы все спасемся. Он стал людям говорить слова надежды. Он стал людям говорить слова утешения. А потом, мало того, что он говорил, он взял хлеб и сказал, люди, вы должны есть. Вы должны есть. Вы понимаете, вот и люди смотрели, когда потеряли всякую надежду, рядом оказался праведник, который не опустил руки, не был в отчаянии, но он говорил слова ободрения, он получал слово от Бога, и он давал надежду. И все спаслись. Вот что делал праведник. Разве что-то не то же самое мы должны делать? Разве не это то же самое ответственность Господь поручил нам? Если в вашей жизни все хорошо, но вы рядом видите человека, у которого вышло из-под контроля все, и нарушены привычные ритмы жизни, друзья мои, в ваших устах слова ободрения, в ваших устах слова жизни, и в вашей руке есть то, что поможет этим людям пройти сквозь эти обстоятельства жизни. Друзья мои, хочу теперь перестись, что же праведники в Славянске, в Краматорске делали. Что я хочу этим сказать, милые мои? Я хочу воздать славу Богу, с одной стороны, а с другой стороны, знаете, вот почему нам Писание оставлено? Мы Писание читаем, вот что делали праведники, а в какой-то степени, я хочу, чтобы мое свидетельство и то, что мы делали как церковь, могло бы помочь вам в какой-то степени. Не хочу, чтобы что-то подобное произошло вот здесь. Но я сидел и думал, а вот представьте себе землетрясение, представьте себе землетрясение в Ванкувере. Спасайся, кто может. А можно подумать, а что же я как праведник должен сделать? и это то, что как раз момент Х. Поэтому я верю, друзья мои, что все, что произошло в Славянске, в Краматорске и сегодня происходит на Востоке, я хотел бы именно засвидетельствовать сквозь призму церкви, что делала церковь. Знаете, ну, хочу сказать, мое понимание того, что произошло. Друзья, город захватили боевики, взяли город дел, взяли СБУ, вытащили оттуда оружие и раздали всем, кто хотел. Туда, естественно, подтянулись криминальные элементы, подтянулись люди, которые, ну, не хотели работать, наркоманы и тому подобное. Когда я смотрел на все это, я думаю, Боже любящий, просто что случилось с людьми, как будто бы крыша поехала у людей, стали делать блокпосты, стали, стали загораживаться и пришла такая ненависть, что я думаю, Господи, да мы же в этой земле живем. Знаете, когда это было все в Киеве, в конце я покажу один видеоролик, когда это было в Киеве, мы тогда молились, но мы не ожидали, что к нам может прийти что-то подобное, но когда оно пришло, мы собрались, как руководство церкви, и стали думать, что, как церковь подготовить, что должна делать церковь в это время. И я скажу, что Бог всегда искал человека, который бы ему сказал, вот я, возьми меня. мне пришлось уехать только потому, что меня взяли, пришли двое военных и сказали, мы должны тебя привезти на встречу с военным руководством города. Это то место, где находился Гиркин Стрелков. Привезли, замотали скотчем глаза и опустили в подвал. Три часа, все было тихо, мои друзья никуда не поднимали шума, ничего. Я сидел, все вышло из-под контроля. Я приехал, думал, поговорим, и все, ну, интересно, что, о чем говорить будут, не знаю. Я не подготовился, кошелек в кармане, телефон в кармане, ключи от квартиры в кармане. Все забрали, завязали и посадили. Вот тогда сидел там, думал, передумал, каялся, перекаялся. Потом думаю, что делает Павел? Делал Павел. Павел пел. Я думаю, может быть, это самое, видеокамера, какая-то стоит. Думаю, ну, я стал под нос петь. Потом поднялся, стал ходить, глаза завязаны. Вот. Приходит один человек через полчаса, записал мое имя, фамилия, записал, кто ты? Я говорю, пастор церкви. Какой церкви? О, думаю, ты не знаешь. Если бы ты был местный, то ты знал бы. Я говорю, церковь, церковь, добрая весть. А что это за церковь? Это как новое поколение и слово жизни. Ага. Я говорю, да нет, это церковь Божья. Ну, я понял, что он не понимает, и он говорит, сатанисты. Тут раздается телефон, и ему позвонили, он ушел. Друзья мои, остальное время сижу, никто не вызывает никуда. Заходит один человек. Вот я хочу сказать, друзья мои, что праведник, не всегда только из-за того, что он сидит в церкви. Праведник – это внутренность. Это прежде всего отношение с живым Богом. И так заходит один парень, ну, слышно, он говорит, скажи, чаю хочешь? Я говорю, не хочу. А тебе холодно? Я говорю, да. А всю весну болели почки, Надя, мне делала уколы. Я, конечно, боялся, что это еще спровоцирует, провоцирует еще почки, думаю, плохо будет. Я говорю, да, мне холодно, хотя я в пиджаке был. Он говорит, я тебе сейчас принесу куртку. Вот знаете, друзья, 90-й Псалом говорит, не прикоснется к тебе, не коснется к тебе, пролетит стрела мимо, и тому подобное. И мы концентрируемся на этом. Но в конце 90-го Псалом написано, с ним я в скорби. Так вот, я свидетельствую, что произошло дальше. Он принес мне куртку, набросил на меня. Я был так благодарен ему за эту куртку. И он говорит, моя мама и бабушка были членами твоей церкви. А теперь они перешли в преображение. Вот где-то Тамара тут есть, член церкви преображения, да? Вот. Говорит, а теперь, я так, я думаю, сам себе, так хотел сказать, и как тебя угораздило стать боевиком. Но я благодарен был Богу за то, что он принес эту куртку. Через три часа, когда меня не выпускали, пастор Петр Дудник, он говорит, все, мы поднимаем волну. Потому что ему сказали, мы оставили его до утра. Обычно ночью происходят допросы. Вот. И подняли волну мгновенно. В этом отношении соцсети сработали очень хорошо. Стали звонить в Киев, стали звонить в Москву, стали звонить в Нью-Йорк. В общем, одним словом, волну подняли такую, что все, все стали молиться. Если вы молились, то спасибо вам, друзья. Ваша молитва услышана. Слышите, ваша молитва услышана. Это правда. Почему? Потому что через семь часов меня не били. Ничего. Вот через семь часов заходит этот человек, который сказал, что я сатанист. Говорит, поднимайся, сатанист. Вывел во двор, размотал глаза и говорит. Свободен. Перед глазами стоит этот народный мэр. Ну, вы все знаете его, да? Вячеслав Пономарев, по новостям. Такая интересная, интересная личность. И так он стоит и говорит, Алексей, извини, вышло недоразумение. Я говорю, хорошо, я пошел. Давай я тебя подвезу. Не, не, говорю, не надо, я сам. Я сам пойду. Вот, поэтому Бог услышал молитву. Друзья, но знаете, я не хотел уезжать из города. Я понимал, как брошу церковь. Я должен быть церковью. Но в этот момент я понял, что нужно только выезжать. И так, мы с пастором Петром Дудником, это, вот, мы выехали из города. Я стал звонить пасторам и говорю, пасторы, вы должны выехать из города. Потому что, вот, администрация этого города, когда мы были на встрече с Поноваревым раньше, он сказал вот такие слова. Когда он позвал, мы стали разговаривать. Говорят, очень много казаков у нас. Они говорят, очень не любят вас, евангельские церкви. И говорят, но я им постоянно говорю, чтобы не разрушали здания. Когда, очень интересный момент еще, хочу просто, это то, что я видел. Когда человек, который подошел ко мне и стал брать мои документы, все, он был в военной форме. Ну, военных сразу видно. У него был ремень с двуглавым орлом. Это правда, друзья мои. Люди, наемники там, люди, криминальные, криминальные люди, люди, которые не хотят работать, пьяницы, и все, они просто стояли тогда на этих блокпостах и зарабатывали таким образом деньги. Что произошло потом, друзья? Через некоторое время наше здание было захвачено. Захвачено боевиками, и там в течение двух месяцев жило, жило 100 человек. 100 человек. Мы не могли больше проводить собрание, мы остановили проведение собрания в церкви, потому что, ну, все было, все было захвачено. Наш вахтер туда приходил только вот так, сидел тихонечко, чтобы, не дай Бог, ничего не вызвать какого-то, какой-то агрессии. Потом сделали одну комнату, какие-то приехали четыре священника, не местных, приехали, сделали свой алтарь православный, вот, и стали проводить службу там в одной из комнат церкви. Потом крестили в нашем баптистерии своих, своих, ну, вот, наверное, вот этих военных, которые там были. Когда закончилась война и украинская армия зашла, друзья, из церкви вынесли, вынесли военные три грузовика боеприпасов. Огромное количество всевозможных, ну, патронов, ПЗРК, новенькие, я видел, кто, я думаю, что вы видели на этом самом, на Фейсбуке выставляли. то есть, я думал, если бы взорвалось все, то было бы не только нашему знанию конец, но и окружающим вот этим домам. Друзья, что начали мы делать как церковь? Мы поняли, что наша ответственность вывозить, поэтому мы стали вывозить людей. И вот были волонтеры, они и сейчас занимаются этим. Только сейчас мы вывозим уже из Горловки, вывозим из Донецка, вывозим людей и из Луганска. Но со Славянска мы вывезли три с половиной тысячи людей под бомбежками, под обстрелами. Три из этих волонтеров, которые вывозили, они были взяты два, три дня, но они провели также в камерах. Точно также издевались. Если мне ничего, то вот брата, которого первого взяли, то они постоянно имитировали расстрел, глаза завязаны, руки завязаны и стреляют. Знаете, ты не поймешь, что и каким образом. Но допрашивали, а где живут ваши дьяконы? Он говорит, да я прихожанин. Какой прихожанин, когда ты 18 лет уже в церкви? То есть было буквально вот такое давление на евангельские церкви. И они сказали, у нас будет только одна православная церковь московского патриархата. Хотя, скажу, друзья мои, в Славянске очень активные были евангельские церкви. Вот. Последние три года Бог особенно благословил вот церкви, да, мы проводили, нам давали на площадях проповедовать, мы проводили праздники, мы проводили не только праздники и не только концерты, но мы буквально накрывали стол, поели людей чаем. Помню, первый раз на Рождество 700 литров чая мы просто раздали людям. И милиция говорила, что людей на площади было около шести тысяч. Мы были активными в том, чтобы проповедовать Евангелие. Мы совершали молитвенные завтраки вместе с администрацией города. То есть, вот как церковь мы были очень активны, но другие нет. Евангельские церкви были активны. И очень удивительное было, друзья, единство. Для меня это было самое важное единство между братьями. Представьте себе, что мы стали делать. Однажды мы провели месячник молитвы, когда все церкви города, вот эти 12 церквей в городе, мы сказали, мы пойдем на молитву в эту церковь. На следующую неделю мы все говорим, мы приходим в эту церковь. Мы приходим сюда. И так 4 недели перед днем благодарения мы совершали молитву. Мы молились и просили Бога, чтобы Бог благословил. И знаете, действительно, неожиданно это произошло. Мы молились, были активными. И вот такое случилось. Вышло все из-под контроля. Но я верю, друзья, вот что Господь мне сказал по этому поводу. Я задавал вопрос, почему это Господи? Почему? Я не беру сегодня политических каких-то причин. Я говорю, вот для нас как для церкви. Знаете, что Господь мне сказал? Он мне напомнил, когда Иисус ходил в Иерусалим и он стоял на горе Ильонской, толпа ликовала. Толпа ликовала, все было так чудесно, прекрасно. Но это был уровень влияния Христа на Иерусалим. Но через 50 дней изменилось, когда пришел и Дух Святой, пришел Иисус в Духе Святом, проповедь Петра, одна проповедь сразу 3000-5000, церковь стала расти и наполнила Иерусалим, друзья мои, учением. Знаете, что я верю? Господь сказал мне, от первого уровня и до второго была голгофа, была смерть. Вот то, что сегодня проходит церковь в Славянске. Это очищение, это то, что действительно позволило нам раздавать, спасать людей и завозить туда продукты. Стали завозить продукты постоянно, завозить туда медикаменты, сделали вот бесплатную аптеку. На этих машинах, которые завозили тогда, еще при том, когда были боевики, мы написали церковь, добрая весть и стали завозить. Когда пришла украинская армия, друзья, на следующий же день армия обратилась к пастору Петру, нашла его телефон и говорит, помогите нам раздавать. Помогите нам раздавать то, что приходит по линии государства. Помогите раздавать. И мы стали раздавать эти продукты, кормить. У нас в церкви на территории была скважина и она есть. Мы вывели эту скважину на улицу, воду, и люди приходили даже во время того, когда там были боевики, они приходили и получали воду. Праведник заботится не только о себе. Вот, что я хочу сказать. И если Бог находит человека, который сказал, вот я, пошли меня. Знаете, друзья, все изменилось. Сегодня отношение к церкви, к евангельской церкви в славянске изменилось. Когда мы собрались на первое собрание после того, когда вошла украинская армия, подошла одна женщина и говорит, спасибо вам, что вы спасли наши тела, но вы спасли не только наши тела, вы спасли наши души. И она стала ходить. В прошлое воскресенье, я звонил, я уже был здесь, я позвонил домой сыну, он говорит, папа, сто человек где-то было людей, которые вообще никогда не были. отступники стали приходить. Я верю, что кризис помогает людям взыскать Господа. Еще один момент, друзья, что делает молитва? Я говорил церкви, говорил и братьям, говорю, братья, нам нужна сверхъестественная сила Божия, нам армия не поможет, нам нужен Бог. Два месяца армия стояла вокруг, бои происходили все на окраинах, очень сильно пострадали здания, которые вокруг, в частном секторе вокруг, вокруг города, но в город не входили, потому что город был настолько забаррикадирован, чтобы если бы там армия взяла, она должна была разрушить все то, что было там сделано. Блиндажи, друзья, это по последнему слову техники, вырывали блиндажи хода, перекрывали эти блиндажи плитами, а потом насыпали еще землей. Вот буквально перед церковью вот такой блиндаж был. Поэтому мы понимали, что нужен только Бог. И вот представьте себе, с четвертого на пятое, с пятницы на субботу, пятницу вечером, мы сидим с Надей, и мы посмотрели на фейсбуке, как с территории нашей церкви два этих легких танка, которые называются Нона, они стреляют, стреляют, и потом в конце сказали, уходим скорее, это снимали сами они, стреляли, и потом выходят и говорит один из них, скорее уезжаем, иначе будут работать по нас. Я посмотрел это, божелюбящий, вы понимаете, какая тактика была, ну, бесовская, это правда. Заезжают в частный сектор, заезжают возле этих самых высотных домов, стреляют, и в ответ получают. Это специально делалось. Вот так было у нас в детском приюте. Детский приют буквально находится на окраине города, буквально перед горой Карачун. Заезжают, стреляют на Карачун, там, где украинская армия, и резко сбегают. На сегодняшний день у нас сильно разрушено здание детского приюта. Плиты перекрытия попадали. Вот что делает. Это подло и просто прикрываясь людьми. Люди вначале были, встречали вроде с объятиями, что вот пришла какая-то новая власть будет, что-то будет новое. А потом, друзья, все изменилось. Когда стали грабиться магазины, когда стали грабиться банки, когда стали отниматься машины, у нас с церкви забрали один микроавтобус прямо с территории церкви. Еще у троих волонтеров, которые вывозили личными машинами, все это забрали. То есть вы понимаете, это было полное бесправие. Кто с автоматом, тот и власть. Поэтому это было полное бесправие. Государственной власти не было, милиции не было. Ездили без всяких номеров, все лучшие машины мы попрятали, буквально вывезли. Вот что было. Но когда я посмотрел это видео, я сказал, Господи, ну что ж, неужели из здания и церкви будет разрушено? Но с двух до трех утра ночи, друзья мои, я не знаю, что произошло, на двухсот машинах с выключенными фарами эти боевики сбежали из города. В шесть часов утра наш вахтер приходит в церковь. Церковь открыта, никого нет, и автоматы валяются прямо на территории церкви. Этот стал собираться, занес церковь, закрыл, звонит пастору Петру, говорит, слушай, все сбежали, никого нет. Пастор Петр звонит мне в полседьмого утра, говорит, Алексей, ты что спишь? А я в это время в Киеве был. Я говорю, а что делать? Говорит, боевики оставили церковь. Я говорю, не может быть, правда, я вчера видел, как с ноны стреляли. Это, это, нет, никого нет. Костя сказал сам лично. Какой страх пришел. Что случилось, друзья? Но эти боевики оставили, я благодарю Бога. Когда вошла украинская армия, то один из военных сказал, мы все знали, что происходит вас в церкви. Нам так хотелось разбомбить вашу церковь, но Киев нам не разрешил. А я сказал, аллилуйя, Господь не разрешил. Бог слышит молитвы. Друзья мои, когда была шестидневная война у Израиля, я читал это интересно. Знаете, Библия говорит, что Бог пошлет шершней. Бог пошлет шершней. Помните, там одно из таких орудий божьих. Так вот, когда была шестидневная война, и когда египетские танки наступали, налетели огромное количество пчел, и стали во все эти щели в танки буквально залетать. Говорит, танки остановились, и военные выскочили, и просто, ну, вы помните, да, это была очень быстрая война. Так вот, интересно, что сказал генерал из Египта, он говорит, с евреями можно бороться, но не с их Богом. У нас с вами живой, сильный и могущественный Бог. И его проявление мы видим особенно, друзья, когда в кризисах, когда ничего не случается, тогда мы говорим, о, Бог нас сохранил. но когда случилось, и когда казалось, все идет совершенно не так, все вышло из-под нашего контроля, но не вышло из-под контроля нашего Господа. Да, он говорит, с ним я в скорби. Часть скорби мы, конечно, понесли. Прежде всего, в нашей церкви погибла только одна женщина от бомбежки. Действительно, она попала под бомбежку. Один брат потерял руку. Буквально. Знаете, вот раньше у меня война была, ассоциировалась только по фильмам. Я думаю, что у большинства из вас, если вы не были на настоящей войне, то у вас война это по фильмам. Но когда мне принесли, и сестра одна в руках, говорит, вот то, что прилетело в мое окно, просто меня не было. Я взял этот осколок, друзья мои, где-то сантиметров семь длиной, шириной вот такой и толщиной вот так. рваный кусок железа. Я так взял, и у меня мысли, думаю, боже мой, какое тело может выдержать это? У нас на приюте огромнейшая труба, вот, ну, вытяжная. Толщина металла, друзья, ну, я думаю, не меньше пяти миллиметров. насквозь, насквозь пробитая этими патронами, осколками. Я смотрел, думаю, боже мой, война, это страшно, когда разрушены жилища и когда погибают люди. Я думаю, что вы слышали и из соседней церкви с нашей, с церкви преображения, четыре брата погибли. Их просто убили. Я считаю, друзья, что это была очень сильная религиозная подоплека всего того, что происходило в Славянске. Ваши братья в опасности там. И мы звонили пасторы некоторые с других церквей, с других городов, их брали, над ними издевались. Поэтому хочу сказать, это с одной стороны тяжелое и страшное время, но с другой стороны это время церкви показать, не рассказать о Христе, а показать. А показать. Показать тем, что, вы знаете, как только вошла украинская армия, со всех сторон стала приходить гуманитарная помощь. Сровно, друзья мои, нам на Востоке постоянно говорили, эти бандеровцы придут и будут резать. Но с западной Украины один епископ, друзья мои, три раза сам лично приезжал. Последний раз три огромных трака двадцатитонных привезли продуктов. Привезли деньги, говорят, братья, раздайте, собрали постарей. Друзья мои, праведник не только может делать, но он может и содействовать. Поэтому благодарю за молитвы и прошу продолжать молиться. Но я хочу также, чтобы вы стали соучастниками и восстановления. Я так рад, друзья мои, что приехали первые бригады западной Украины за одну неделю восемь крыш восстановили. Верующих всегда говорили вы такие дружные, вы помогаете строить. Вот сегодня это время, чтобы строить. Было время разрушать, было время действительно разрушать, было время прятаться, но было время и проявление героизма, чтобы протянуть руку помощи. Верующие, неверующие, друзья мои, нам было все равно, мы вывозили всех. Номер телефона церкви люди передавали в маршрутках, если вы хотите выехать, вот позвоните по этому телефону. За все платит серебро, со всего мира, друзья мои, люди присылали финансы для того, чтобы вывозить людей, для того, чтобы потом кормить их, и мы это продолжаем делать. Что я хочу попросить вас, друзья, стать соучастниками, частью восстановления нашего детского приюта. Церковь не пострадала, но детский приют и реабилитационный центр пострадал. Много пострадало, ну и жилищ. Поэтому сегодня время, когда мы можем явить Христа. Пусть Бог благословит вас, друзья мои, вы праведники. Может быть, я слишком откровенно говорю, но сегодня экстра у нас ситуация. Сегодня мы продолжаем вывозить людей. По сто, по сто пятьдесят человек каждый день вывозим из зоны АТО. Но я верю, друзья, что это время, когда наша нация себя самоиндифицирует. Она осознает, что она должна делать. Это то время, когда время церкви. Написано, с плачем несущие семена возвратятся с радостью неся снопы. Я хочу вместе с вами помолиться. С одной стороны, попросить Господа, чтобы никогда ничего подобного не испытали вы. Война это страшно. Если кто-то, может быть, что-то подобное переживает, когда вышло из-под контроля вашего что-то в жизни. Бог контролирует ситуацию. Давайте будем молиться. И прошу вас, помолитесь, чтобы пришел мир в нашу землю, чтобы пришло спокойствие, чтобы закончилась эта страшная война. И чтобы мы могли пожать богатый урожай для Царствия Божьего. Аминь. Давайте мы поднимемся и начнем молиться. Аллилуйя. Отец наш мы поклоняемся Тебе. Боже, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, через жертву Которого мы можем приходить, приходить к Тебе, чтобы получить благодать для благовременной помощи. Господь сегодня ввиду всех обстоятельств, которые в нашей жизни, я Господи в слух моих братьев и сестер, которые молились, я благодарю Тебя, что Ты сохранил мою жизнь, за то, что Ты сохранил жизнь многих и многих людей, которые были в застенках. Я молю Тебя, Боже, чтобы Ты дал утешение тем, кто погибли. Дай утешение. Я молюсь Тебе, дай утешение, дай милость Твою. Господ Твое Слово говорит, что если двое согласятся, мы соглашаемся сегодня больше, чем двое. Мы сегодня молимся Тебе, и мы просим мира Украине. Мы просим мира Украине. Господь, прости наши грехи, прости беззакония наши и отцов наших, прости за все. Я каюсь пред Тобою. Господи, я делал это не раз и снова говорю, помилуй Боже и исцели землю. Так Слово Твое говорит, что если народ именуем Твоим именем, он будет молиться, каяться, он будет призывать Тебя, ты говоришь, исцелю вашу землю, исцели нашу землю, пусть придет мир, пусть придет благодать, пусть придет утешение от Тебя. Господь, я молю Тебя, и пусть Твоя благодать поможет всем нам, Господь, иметь сострадание, быть соучастниками, и особенно молю, благослови церковь истину, Боже, пусть истина Твоя преобладает, пусть мир будет в церкви, пусть мир будет на этой земле, пусть никогда не рвутся бомбы, и, Господи, я прошу Тебя, если у кого-то нарушены основания, если кто-то сейчас, у кого-то вышло из-под контроля, все в их жизни, Господь, я молю Тебя, дай утешение, дай милость Твою, и дай помощь Твою, будь Ты в этих скорбях, и яви Свою силу и Свою славу. Господь, я молю Тебя, пусть мир придет в отношениях, Господи, с нашими странами, и особенно благословляю от сердца наших русских братьев, которые вместе с нами стоят в этой молитве, которые поддерживают нас, Господь, и я молю Тебя, дай, чтобы мир Твой был глубоким, чтобы мы не позволили дьяволу нас просто разлучить. Во имя Иисуса Христа мы все это просим. Благодарим Тебя, Господи, что когда разрушены основания, мы, как праведники, мы знаем, что делать. Молиться, каяться и делать, делом делать, помогая людям, которые вокруг нас. Благодарим Тебя и поклоняемся наш любящий Господь. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Пастор Сергей, можно ролик показать? Мы сейчас ролик хотим. Хорошо? Давайте мы ролик. Посмотрите, говорят пословица, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Хорошо, послушайте. Он такой, совсем небольшой. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда просто было вот это вот в Киеве все, мы с мужем как-то разговаривали, может ли это прийти к нам такая беда? Он сказал нет, это очень далеко. Вообще Майдан и Славянск это совершенно разные противоположные вещи. Совершенно разные. Эти страшные кадры не из Афганистана или Сомали. Это центр Европы, Украина. Город Славянск, в котором родилось откровение о мире бессирот полностью оккупирован военными, а также криминальными бандитами и жестокими наемниками, которые не прочь заработать у коррумпированных олигархов, свергнутой в феврале 2014 года власти. Война, наверное, для каждого начинается тогда, когда она его лично касается. Меня она коснулась, когда погиб мой отец. Короче, отобрала все. Ну, там приличный кусок жизни остался. И на самом деле, ну, я люблю тот город. И мне было больно, больно уехать оттуда. Снайперы на крышах, пытки в подвалах, охота за журналистами и просто несогласными с их мнениями людьми. Каждый день горожане живут в страхе и ожидании собственной смерти. В Славянске нет электричества, заканчиваются продукты, а жажду местные жители вынуждены утолять протухшей водой из фонтана. Все это разорвало украинский город. Я не могу и страшно, и сложно этого не передать. В сером подвале ребенок провел уже две недели. Потому как страшно, бомбят, бомбят, земля содрогается, сил уже нет. Домой ходим перебежками, чисто помыться, покушать. Не успеваешь иной раз и приготовить. Это было просто ужасно, когда ребенок говорит, мама, я не хочу умирать. Это было страшно. Это много боли. Ну, какая-то, наверное, безысходность. Война меняет резко. Ей не важно, какой у вас возраст. И дети в ней быстро не по годам взрослеют. Кадры, которые вы видите, они запомнят на всю жизнь. Ну, в Славянске там стреляют бомбы, падают осколки, там все падает. Там война идет. Почему? Что ж пули идут наверх, потом попадают на людей, люди все погибают. Не знаю, за что они воюют. Не знаю, зачем они это все начали. Начинать зачем была войну. Кто сможет стать ответом для этих людей, реальной помощью? Таким ответом для города стали евангельские церкви. Они ежедневно ввозят в окруженные боевиками Славянск продукты и медикаменты, вывозят людей на мирную территорию, помогают устроиться на новом месте и обеспечивают самым необходимым для проживания. Две организации пропускают продукты в город, одна не пропускает. Поэтому продукты возим по полям. Когда вывозим людей, то другие две организации людей выпускают, одна не выпускает. У нас есть лагеря, куда мы помещаем эвакуированных людей, а есть просто по местам, там их, например, по несколько человек всего, и поэтому нужно все равно помощь оказывать всем. Очень благодарны телекомпании CBN и миссии обетования сироты за поддержку нашей работы. В частности, в свое время они нам подарили вот такой прекрасный автобус. И в настоящее время мы спасаем не только детей, но и даже горожан, эвакуируя их из зоны военных действий города Славянска в безопасное место. Сегодня особенное время, когда церковь и люди доброй воли могут и должны стать ответом для тех, кто оказался в зоне оккупации. Если вы желаете стать одними из тех, кто спасает, кормит, лечит людей в Славянске и на всем Востоке Украины, вы можете это сделать вместе с нами. Ваша финансовая и молитвенная поддержка, доброе слово и дело станут ручейком в огромной реке. Вы можете это сделать любым доступным для вас способом. Продолжение следует...